Всем привет! Сегодня я проведу мастер-класс по ковровой вышивке. Что такое ковровая вышивка? Это вышивка, которая осуществляется на основе, похожей на сетку. Вот у меня такая сетка. Сетки бывают очень разные, можно использовать обыкновенную канву. У меня в данном случае сетка сделана из полиэтилена, она очень тонкая. Для моих целей она вполне подходит. Бывает специальная сетка, которая называется страмина. Она очень плотная, толстая, на ней можно вышивать очень большие работы. У меня будет работа больше декоративного характера. Опять же предновогодняя. Также нам понадобится специальный крючок. Это крючок для ковровой вязки. Чем он отличается от всех остальных крючков? У него есть петелька и такой язычок, который эту петельку закрывает. Зачем это нужно? Затем, чтобы было удобно протягивать нитки через наши отверстия. И удобно их захватывать. Вот такой замечательный крючок. И нам понадобятся нитки. Нитки у меня в данном случае акрил, уже нарезанные длиной по 5 см. Сейчас я покажу, как можно нитки изготовить в домашних условиях, если у вас нет таких ниток из набора. Нам для этого понадобятся шаблоны по 5 см шириной. Теперь мы берем такой шаблончик, берем ниточки, находим конец нити. И что мы делаем дальше? Дальше мы начинаем просто наматывать эти нити на шаблон. Для примера будет достаточно. Плотно натягиваем эти нити, далее берем ножницы. Переворачиваем и разрезаем с другой стороны. Все, у нас готовые нити одинаковые ширины. Длины по 5 см. Лишнее можно отрезать. Таким образом нити можно изготовить самим. Они ничем не будут отличаться. Но иногда проще купить уже готовые наборы. Также существуют наборы полностью укомплектованные. В них содержится канвай или страмина и наборы ниток. Содержится цветная символная схема с разложенным по цветам рисунком. Это очень удобно, если вы хотите сразу изготовить красивую какую-то функциональную вещь. Потому что, как правило, это наборы для изготовления ковриков, наволочек или каких-то на стенах панно. Итак, мы с вами будем делать елочную игрушку или украшение для интерьера в виде елочки. Вот такой замечательный шаблон я вырезала. Мы его приколем к нашей сетке аккуратно булавками, для того, чтобы он никуда не делся. Отлично держится. И теперь я покажу саму технику. Значит, нам понадобится шерсть. Я вытащу сначала немного, чтобы она не разбегалась. Итак. Складываем ниточку пополам. И прикладываем к тому месту, где хотите, чтобы у нас был прикреплен этот фрагмент. Мы вводим крючок в отверстие. И протягиваем нашу ниточку под одну из перегородок сетки. Смотрите, у нас очень удобно. Она закрывается и открывается, когда нам надо. Далее мы захватываем свободные концы и протягиваем вперед. Все. У нас все плотно прикреплено. Дальше берем вторую ниточку и поставим с ней совершенно точно так же. Выполнен уже весь контур елочки. Верхняя часть. И осталось еще нам два яруса. Я сейчас продолжу выполнять центральную часть елочки. Заполняю все клеточки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так наш сюжет выглядит в готовом виде. Такая классная елка получилась. Она получилась очень пушистой, объемной. Если посмотреть сбоку, рворс неравномерно расположен. Если бы это был коврик, я бы его скорее всего подстригла. Но так как это декоративная елка, то нам даже очень выгодно, что все ворсеньки разной длины. Они прямо имитируют веточки. Очень прикольно. Что я дальше с ней сделаю? Я ее наклею на основу, чтобы она была более плотной. И украшу елку. Всего на изготовление одной такой елочки у меня ушло 2 вот таких упаковки акриловой пряжи. Даже вот от второй упаковки чуть-чуть осталось. По времени изготовление елки заняло не больше часа. Отличная, очень быстрая, симпатичная работа. Прекрасный способ развития мелкой моторики у детей. Всем очень рекомендую. Вот так выглядит изнанка выполненной работы. Она очень аккуратная и ровная. Видно, что все ниточки закреплены очень прочно. Вытернуть их будет очень сложно. Практически даже невозможно. Вот такая классная елка у меня получилась. Она очень мягкая, пушистая. Как я ее сделала? Я наклеила то, что у нас получилось на основу. Украсила различными бусинами и украшениями с бантиками. Сделала гирлянду из бисера и звездочек. Украсила ангелочком. Приклеила петельку. И теперь это полноценное украшение для интерьера. Которое можно повесить как на елку, так и просто, например, на дверь при входе. Она будет создавать нужное настроение наступающего Нового Года и Рождества. Работа в общей сложности заняла не более двух часов. Такую работу легко можно сделать с ребенком. Очень весело, увлекательно. Надеюсь, что вам будет полезен мой мастер-класс. Всем желаю хорошего времени суток. Спасибо за внимание. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова